с чего все началось мне попал в руки мотор постоянного тока электромотор постоянного тока где было у него 8 катушек этот моторчик был хорош тем что можно было проводить много экспериментов то есть можно было разными способами подключать к обмотке так же как и статор от катушек и так же как и якорь я что делал я подключил 4 катушки статора последовательно соответственно тоже еще 4 катушки включил последовательно но через якорь ну через щетки якорь вот и на входе я поддавал 200 вольт постоянного тока вот мощность полтора киловатта этого была электромотором что у нас только когда попадал на эти катушки создавалось магнитное поле на якоре и создавалось магнитное поле на магнитное поле стартера и магнитное поле якоря соответственно я начинал вращаться вот но так скажем условно я назвал катушки моторные и назвал катушки генераторные условно которые с которой генератор катушек мы снимали напряжение вот но как в классическом генераторе ну как бы никаких там мы не видели плюсов ничего такого не было то есть мы видим как образовывается ДС и якорь начал тормозить соответственно мы что сделали ну то есть ну разными способами подключали проверяли то есть я проверял все ну то есть никаких результатов у нас не было но случайно получилось так что график то есть щетки якоря они поменяли то есть в смысле там есть такое бивно которое можно менять щетки то есть эти щетки стали у нас вот примерно в центре вот между этими обмотками то есть где-то в середине вот то есть здесь тоже то есть они поменяли свое положение щетки что кардинально изменило всю ситуацию то есть мы увидели генерацию на вот этих обмотках то есть очень большую генерацию то есть получается тут эффект самоиндуции сработал точнее эффект то что разрядка происходила на на генераторных катушках мы могли эту энергию просто отбирать но тут сам сама ситуация не заключается не то что мы там эту энергию забирали а ситуация заключается в том что она была сам якорь не тормозился при отборе этой энергии то есть мы это увидели и начали очень плотно вот именно вот этим эффектом работать то есть как это происходило то есть на на моторные катушки door я уже как объяснил подавали напряжение постоянного тока пульсирующий подтверждение не постоянного тока именно от батареи или каких-то других источников именно должен быть пульсирующий ток очень важно в тот момент если подключается батарея то это не будет работать пульсирующий ток подавался вот потому что пульсирующий ток он имеет импульс то есть он не имеет То есть у него не синус идет.